Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Фёдорова на канале Звёздные секреты. 9 июля скончался талантливый казахстанский композитор и преподаватель класса композиции Казахского национального университета искусств, в котором учился Димаш Кудайберген, Кенес Дусикеев. Димаш Кудайберген на своей странице в Инстаграм написал «Наш Кенес Ага был достойным великим гражданином своей страны, выдающимся композитором, общественным деятелем, который воспевал в своих песнях переживания казахского народа, наш наставник, который имеет свой собственный почерк в национальной духовности. В последние годы мне довелось стать учеником и брать у Ага уроки в Казахском национальном университете искусств. Богатое наследие, которое он оставил нам и его пример, будут для нас наказом и наставлением. Пусть земля будет пухом, Кенес Ага». Напомним, что Димаш исполнил песню композитора Карагым Ай в своей интерпретации на концерте, посвященном 70-летию Дойсикеева в январе 2016 года. Композитору очень понравилось исполнение Димаша. Он аплодировал со словами «Браво». Кенес Дойсикеев написал музыку к песне, посвятив ее своей единственной сестре. «Я, например, никогда не думал, что «Харагмай» будет такого уровня, значит, песня. Я, конечно, задумывал эту песню, как посвящая своей сестре, единственной сестре». В песне чувствуется грусть и печаль от несостоявшейся любви и женском счастье. «У нас в роду вообще одни мужчины, одна, единственная сестра была. В 1951 году отец ушел, и я в пятилетнем возрасте. И в этом же году умерла сестра в 19 лет. Она училась в Алма-Ате в Каспи и умерла. А я все думал, что ты можешь. Ну, музыкальный можешь памятник поставить?» «Правильно.» «Вот я поэтому... Я просто думал о том, что если отец был бы жив и выдавая свою единственную дочь замуж, чтобы он пел. Вот эта песня «Харагмай» по этому родилась. А когда песня вышла, каждый понимает все это по мере своей испорченности. Многие стали думать, что я влюбился снова и написал... «Это песня о любви». Ничего подобного. Это песня любви отца к своей дочери, который выходит замуж. «Ну, это хорошо, что вы рассказали. Многие же просто применяют это непосредственно». «Ну, каждый по своему уровню все это воспринимает. Понимаете? И я не думал. Действительно получился памятник моей сестре. Музыкальный памятник». «В этой трагической песне есть такие слова. Эх, милая моя, вот так, оказывается, проходит эта жизнь. Если не любишь, жизнь бессмысленна. Если пролистать всю жизнь, разве сравнится целый месяц с одним днем, когда любил?» Полный текст этого произведения, друзья, дан нами в описании под видео. Ректор Казахского национального университета искусств сообщила на странице университета следующее. «Сегодня казахское искусство испытывает огромную боль. Кенес Дусикеев, сайгак казахского искусства, композитор, педагог, заслуженный старейшина, заслуженный деятель Казахстана, лауреат орденов, курмет и парасат, скончался. Вся его жизнь была посвящена развитию и распространению казахской музыки, в том числе поп-арта. Многие его песни обогатили наследие казахского искусства. Наше молодое поколение росло и процветало, впитывая эти песни и впитывая национальное воспитание. Он является автором симфонии «Толгау», симфонической поэмы-картины «Жалантос Батыр», «Кантаты о мир», цикла романсов «Времена года» и «Лебединый шелк». Он является автором мюзиклов, оперет, симфонических концертов, инструментальных концертов, произведений для камерного оркестра, сонат, рапсодий, вариаций и более 200 песен. Песни Дуисекеева исполняли Рымбаева, Искалиева, Жунусова, Мейрбеков и другие певцы. Почетный профессор Казахского национального университета искусств он воспитал множество студентов, поделился опытом с преподавателями и дал им духовное образование. Следующее поколение никогда не забудет вашу тяжелую работу. Ваше духовное наследие будет длиться вечно. От имени ректора Казахского национального университета искусств и профессорско-преподавательского состава мы выражаем глубочайшие соболезнования вашей жене, сыну и внукам. Пусть душа нашего брата будет на небесах. Всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok